Луи Виттон. День в Грассе со Стейси Мартен и Жаком Кавалье Билетрудом. Здравствуйте, меня зовут Стейси Мартен. Сегодня мы в Грассе, и я собираюсь создать аромат. Вау! Это божественно! Добро пожаловать в фонтен парфюме Луи Виттон в Грассе. Благодарю, это большая честь. Мы рады видеть вас здесь, в столице натуральных ингредиентов. Спасибо. Мы здесь не так уж и долго, примерно в течение пяти столетий. Это здорово! Да. Моя семья всегда работала в парфюмерной индустрии. Это моя мама. В воскресенье мы будем отмечать ее 88-летие. Это здесь? Да, в Грассе. А это мой папа. У этого жасмина цветки прекрасного качества. Можно почувствовать аромат цветка. Восхитительно. И фруктов. В нем есть очень аппетитные акценты клубники и малины. Невероятно. И это такой очень сладкий запах. Именно. Жасмин лучше собирать в какое-то конкретное время? Да. Утром. Каждый цветок нужно срывать вручную. Мы отрываем их. Нужно взять за кончик. И немного наклонить. Позовите меня, если нужно будет помочь. Отлично. Ну как, вам понравилось собирать жасмин? Он такой нежный. В детстве я часто собирала букеты для мамы и бабушки. И сейчас вспомнила о тех временах. Радость от созидания. Необходимо 7-10 миллионов таких цветков, чтобы получить 1 килограмм экстракта жасмина. Ого, так много? Да, много. Здесь же всего несколько граммов. Так и есть. Вы обращаете внимание на разные запахи во время прогулки? Обязательно. Вот сейчас я слышу запах мяты. Да, пахнет мятой. Мы чувствуем запах мяты. Смешав мяту и цитрусы, можно создать парфюм. Это уже готовый аромат. Природа — лучший парфюмер. Восхитительная прогулка. Лучший источник вдохновения. Особенно по утренней прохладе. Мы стоим под эвкалиптами. Чувствуете запах? Да. Никогда бы не догадалась. Как же мало я знаю. Все так говорят. Никогда бы не подумала, что смогу. Вы не одна такая. Мы совершенно забываем обращать внимание на запах окружающих вещей. Мы уже привыкли к запаху розы. Но этот цветок... Это тоже роза, но еще более прекрасная, чем те, к которым мы привыкли. Так и есть. Могла бы слушать этот запах весь день. Обожаю запах инжира, хотя его вкус мне совершенно не нравится. Его вкус не так хорош, как запах. Но запах просто божественный. Согласен. Это пальчиковый лайм. Ух ты, никогда раньше его не видела. Посмотрите, внутри семена. Именно они дают этот вяжущий запах. Вы сотрудничаете с садоводами, чтобы создавать новые сорта цветов? Нет. Сейчас наша цель позаботиться об урожае. Мы хотим использовать меньше воды, чтобы производство было максимально экологичным. Мы проявляем уважение к планете и людям, и поэтому заботимся о будущем. Я хочу увидеть, как мои дочери собирают жасмин и через 30 лет. Именно на этом мы нацелены. Это первый фонтан в Грассе. Да. В те времена вода из этого фонтана веерно поступала во все каналы Грасса. Воду отсюда используют для полива вашего жасмина? Да. Поездка сюда стала одним из лучших моментов в моей жизни. Я познакомилась с Жаком. Он очень интересный человек. Мне удалось почувствовать ту страсть к парфюмерии, которую он унаследовал от своей семьи. Добро пожаловать в мой офис. Спасибо. Ух ты! Именно здесь и родились все мои ароматы. Все, что в этих флаконах, создано вами? Да. А здесь то, над чем вы работаете сейчас? Совершенно верно. Меня всегда учили, что парфюм нужно наносить сюда и сюда. Нет. Неправильно? Нет. Этот способ уже совершенно устарел. Мы делали так, поскольку парфюмы выпускались без пульверизатора. Мы не могли пользоваться ими вот так. Поэтому нам приходилось наносить их именно так. Или же мы брали пробку и делали вот так. Вот и все. Вот уже 30 лет, как мы используем пульверизаторы. Лучше всего наносить аромат сюда. Поскольку тут он распылится по большей площади. И в течение всего дня, при каждом движении руки, аромат будет окутывать вас. Понятно. А когда аромат здесь... Когда аромат здесь, он просто не сможет окутать вас. Это невозможно. Понятно. Делая вот так, вы нагреваете и разрушаете пирамиду парфюма. Вы перевернули всю мою жизнь. Сам я наношу ароматы так. Всегда брызгаю немного сюда. Всегда так делаете. Если вы будете идти позади меня, то услышите мой парфюм. Приступим к созданию аромата. Создание парфюма всегда начинается с формулы. Смысл формулы в том, чтобы все ингредиенты сочетались между собой. Все те, что вам нравятся и которые вы собираетесь использовать. В общей сложности у вас должно получиться 10 граммов. Если запах вам понравился, вы должны суметь повторить его. Что вам нравится? Мне нравятся стойкие запахи. Что-то землистое, но при этом не слишком тяжелое. Надеюсь, достаточно понятно объяснила с точки зрения парфюмерии. Мне очень нравится инжир, ландыш, а также ваши розы. Вот этот. Вы упомянули землистые ноты. Да. Это единственный растительный мускус в мире. Семена амбреты. Никогда не пробовала. Мало кто слышал этот запах. Он есть в парфюмах Луи Виттон. Эта нота объединяет небо и землю. Понюхайте малину. Она просто волшебная. Кажется, что тут очень много малины. Невероятно. Хотите попробовать? Спасибо. Прекрасно пахнет. Как пирожное мадлен. А это амбра. Мне она кажется волшебной. Добавим немного имбиря. У вас невероятная работа. Эта природа невероятна. Да, точно. Тут у нас есть пипетки. Нажимаете сюда. Давайте. Отлично. Все в рамках погрешности. Прекрасно. Отличная работа. Теперь два грамма древесного экстракта. Еще капельку. Стоп. Нужно сконцентрироваться. Предельно сконцентрироваться. Очень яркий опыт. Впечатляюще. Теперь я как следует встряхну, поскольку ингредиенты должны перемешаться. Сделаем еще один аромат. Камила уже смешала спирт и воду. Аромат получится такой же, как те, что вы покупаете в магазинах. Микс концентрированных масел, спирта и дистиллированной воды. Камила, сколько вы собираетесь добавить? Два и три. Получится парфюмерная вода. Два и три. Два и три грамма. Мы никогда не взвешивали так много. Аккуратнее. Продолжайте. Еще нет. Готово? В точности два и три грамма? Да. Молодец. Мне нужен отпуск. В базе этого аромата землистые ноты. Но мне хотелось бы, чтобы он оставался свежим и загадочным. Здесь есть амбра, имбирь. Он пахнет настолько здорово, что мне хочется носить его. Очень элегантный и утонченный. Слышен запах мандарина. У аромата цветочное сердце. Жасмин придает свет. Солнечное сияние. Также угадывается элегантная, пикантная древесная база. Пахнет-то очень-очень приятно. А теперь название. Самая сложная часть. И очень личная. Да, очень личная. Можно взять цифру. Какая у вас любимая цифра? Три. Тройка. Можно назвать его 3333. Много троек. Я создала аромат трижды я. Отличная работа. Поздравляю. Думаю, мы сохраним формулу. На коже он пахнет совсем по-другому. Так всегда. Запах на блоттере – это как будто трейлер. Всего лишь трейлер. И лишь на коже раскрывается полноценный фильм. С ума сойти. Как будто сбылась моя детская мечта, которой я и не подозревала. Я рад. Продолжение следует... Я рад. Я рад. Я рад. Я рад. Я рад. Продолжение следует...